Всем привет дорогие друзья! 22 день войны в Украине, но сейчас речь пойдет не об этом, а речь пойдет о золоте. Это просто очень интересная ситуация. Я сегодня общался с разными своими знакомыми, они не смотрели мое предыдущее вчерашнее видео, в котором я сказал, что золото это реально крутая тема, когда тебе надо куда-то свалить, ты взял что-то маленькое, положил в карман, а это стоит как бюджет страны, условно говоря, то все задумались реально о золоте. Плюс сейчас пошел разговор о том, что Китай, Индия, Иран вроде бы начнут расчеты в юанях, может быть Россию тоже подключат, неизвестно. А это очень хороший удар по доллару может произойти. Плюс то, что заморозили санкции, заморозили долг России, и много стран начинают сейчас задумываться, типа, стоит ли так сильно доверять доллару. Плюс разговор о том, что может быть появится новая какая-то валюта, плюс ФРС поднял процентную ключевую ставку, и золото, смотрите, немножко развернулось вверх. Вот вчера, когда насчет ставки разговор шел, видите, золото пошло вниз, однако ставку подняли, а золото все равно пошло вверх. А оно должно было быть наоборот, то есть, типа, доллар должен стать дороже, металл должен стать дешевле. Но произошел разворот. А понятно, сейчас рано судить, только один день прошел, то есть, это нужно смотреть на следующей неделе. Но если рост золота продолжится, то это будет серьезный звоночек. Плюс инфляция, наверное, может еще и будет ускоряться, и будет процентную ставку еще повышать, а металл может продолжать дорожать. Плюс от доллара могут в одночасье резко начать все активно избавляться. И это может привести к тому, что курс доллара может очень сильно подешеветь. Если даже сейчас, я вот смотрю, гривни, у нас в стране идет на минуточку война, а курс доллара, посмотрите, как обвалился гривни. А это очень серьезный звоночек, ну как по мне. Да, нас закидывают деньгами, но деньгами нас закидывают не физическими, мне лично деньги никто не дал. Это все деньги в электронном виде, но по бумаге в Украину типа зашли деньги, но курс держится непонятно на чем. Мы что-то продаем, вот у меня вопрос просто, что мы продаем сейчас? То есть откуда приток капитала? Просто дают в долг или кредит, помощь, но нам просто так дают деньги, однако нам же их надо будет отдавать. В общем, вопросов очень много, дорогие друзья, но есть еще мнение интересное разных аналитиков, что золото может подорожать в 10 раз. А в 10 раз, 2000 баксов в 10 раз это 20 тысяч долларов на минуточку. Цена за унцию. Ну а соответственно серебро подтянется за этим всем делом. Это будет просто офигеть. Так, что там у нас? Одесса как она есть, какие-то новости постоянно. Ну понятно, это всегда слежу. Но я к тому, что золото и серебро может очень подорожать, дорогие друзья. У кого есть металл, вам может быть очень крупно повезло. Ну, как вы считаете, будет ли рост в этом году? Или когда он может начаться? По всем каким-то таким прогнозам, что-то очень сильно начали говорить за 24 марта. 24 числа что-то должно произойти. Что должно произойти, я что-то не могу никак распознать. Что ж такого может произойти? Экономика в мире замедляется. Товары перестают активно ходить. Кризис нарастает. Стоимость энергоносителей и бензина дорожает в мире. Соответственно, доставка товаров еще дороже. Грубо говоря, инфляция может перевалить. То есть, условно, даже металл, если подешевеет, то само изделие может подорожать. Вот такое может еще произойти. Плюс из-за того, что лихорадят рынки, фондовые рынки туда-сюда. Люди поймут, что, блин, да все это фигня. И начнут покупать себе золото. Может быть и такое произойти. И из-за этого металл станет просто бесценным. За ним все начнут гоняться. Потому что очень удобно, когда у тебя в кармане лежит маленькая монетка из серебра. Ну, лучше, конечно же, из золота. Которое стоит очень дорого. Вот к чему я клоню. А криптовалюты. Это тоже интересная тема. Что там, кстати, происходит. В Украине, кстати, сделали... Что-то я читал, что якобы свободно конвертируемую валюту. Или что-то такое сделали. В общем, легализовали типа криптовалюту. И может быть на этом фоне подскочил биткоин. Смотрите, уже 40 тысяч 800 долларов. Тоже тема такая необычная, необузданная. Но все равно 40 тысяч долларов. Но надо быть очень богатым, чтобы именно за сороковочку купить себе биткоин. Ну, я так думаю. То есть вы можете, напишите мне в комментариях. Много из вас могут купить по 40 тысяч себе биткоины. Мне даже интересно стало, насколько богатые у меня подписчики в комментариях. Это действительно прикольно. Сколько битков вы можете себе позволить купить. Но я не знаю. Я, может быть, просто из-за того, что такой скупердяйный человек. Но я люблю, когда у меня в руках то, за что я положил деньги. То есть я люблю, когда это дело у меня в руках. Вот я как бы отдал деньги и взял что-то в руки. Все, это мое. Это реально мое. И с этим я могу расстаться в любую секунду, когда я захочу. Кроме, конечно же, в условиях войны я не могу это продать. Хотя, уже пошла движуха, дорогие друзья. Среди моих знакомых, некоторые люди, у кого есть наличка. Там 3, 4, 5 тысяч долларов. Они начинают очковать за эту пачку денег. Потому что они с ней ходят. И они уже хотят, начинают искать людей, кто может продает золотые монеты. Хотя бы даже Николая. Там 5 рублей, 10 рублей. Маленькие. Или гривны архистратиги. Там 1, 2 гривны. Сколько там? 2 гривны. 5, 10, 20 гривен. Вы поняли, да? То есть люди, имея пачки денег, они начинают просто за них элементарно бояться. И пытаются уже каким-то образом сжать эту пачку бумажки. И это тоже интересный момент. Вот это наблюдаю я ситуацию во время войны. Я же говорю, я проживаю сейчас ситуацию во время войны. И наблюдаю за тем, что происходит в нумизматическом нашем мире. Это действительно интересный факт. То есть люди, понимаете, в чем прикол. Имея вот такую маленькую монетку, ты можешь ее зашить себе в трусы условно и бегать с этой монеткой. Понимаете, к чему я? И если вдруг что, то, по крайней мере, эта монетка у тебя останется. А когда ты бегаешь вот с такой пачкой долларов, эта пачка заметная достаточно. Она бросается в глаза. Понимаете, о чем я? Размер имеет значение. И вот поэтому сейчас интересная такая турбулентность. Вот я вот жду, чем это все закончится. Будут ли какие-то у меня еще на этот счет сведения, новости. Я вам обязательно расскажу. Если я увижу какие-то реальные сделки, почем. Кто что купит, продаст. Просто, допустим, у меня уже человек спрашивал. Есть кто продает? Я спрашиваю, кто продает. Тут, понимаете, начинается какой-то движ. То есть что-то начинает происходить. И вот я думаю, что золото сейчас очень выгодный активчик такой. Нехилый даже. И может быть еще такое произойти, что кто имеет золото, он может неплохо там себе подняться. Потому что можно специально продать дорожь. Или наоборот. Если человеку очень надо бабки, то у него специально могут купить дешевле. Или даже в идеальном состоянии монету, но по рыночной цены. В общем, в любом случае, из-за того, что металл поднялся до 2000 долларов, учитывая положение в стране, тут можно поиграться, можно поторговаться. То есть есть поле для маневра, для покупки и продажи золота. Вы понимаете, о чем я? Плюс еще и любую валюту можно этот вопрос решать. В общем, вот такая вот необычная ситуация. Информация вам по золоту тоже. Я просто поделился тем, о чем я наблюдаю. И тем, что может быть в дальнейшем, если произойдут какие-то необычные изменения. Поэтому сейчас нужно за всем максимально следить. Весь мир начинает очень сильно лихорадить. Фондовый рынок, криптовалюты, доллары, золото, евро, санкции. Все это, все это очень сильно такое Китай, Тайвань тоже там, вот этот движ непонятный пока еще. Все это в куче, в совокупности какое-то непонятное движение происходит, дорогие друзья. Поэтому наблюдаем. Да, от нас это ни хрена не зависит, но интересно же посмотреть. Просто я сомневаюсь, что нам дадут в Украине заработать, если подорожает очень сильно золото или серебро. Но что нам делать? Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки. Всем удачи, пока и до новых встреч. И чистого, тихого, мирного неба нам всем над головой. Всем удачи, пока.